Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. До лета остались считанные дни. Коммунальные службы города готовят Анапу к открытию сезона. Воспитание лидеров. В детском центре смены прошёл слёт делегатов ученического самоуправления Краснодарского края. Анапская сегодня стала предметом пристального внимания главы курорта. Сергей Сергеев побывал в станице с рабочим объездом и подверг критике работу местной администрации. С каждым годом Анапский округ развивается всё интенсивнее и всё ближе примыкает к городу. На его территории появляются новые социальные, коммерческие и инфраструктурные объекты. Вместе с тем важно создавать комфортные условия для жизни людей. В этом немалая ответственность на сельском главе. В Анапской первая остановка в амбулатории. За судьбой этого учреждения Сергей Павлович следит с особым вниманием. И несмотря на краевую принадлежность, отрасль здравоохранения оказывает серьёзную помощь. Это и текущие ремонты, и дневной стационар, и кадровая политика. Сегодня по качеству оказываемой здесь медицинской помощи и нагрузки сельской эту амбулаторию не назовёшь. 33 врача по 10 специальностям принимают. То есть у нас полный охват. Сейчас обслуживается свыше 22 тысяч населения. В день здесь принимают до 600 пациентов. Сергей Сергеев ещё раз подчёркивает, нагрузка не должна сказываться на качестве работы медиков. Конфликта нет, что человек пришёл, его в городе не приняли, пинка дали и сказали, иди сюда. Нет, все, всех принимают везде. То есть взаимопонимание есть, что это одно муниципальное образование? Точно это соответствует? Точно, точно. Конечно, первая необходимость – новые площади для дневного стационара. Главе курорта показывают здание, где планируют организовать ещё 11 стационарных коек. Ремонт идёт медленно, признаются медики. То есть помощь нужна? Допустим, ставим окна. Начинать-то надо с чего? Да, да. Окна, двери. Кровля, да. Кровля тоже, да? Кровля заменена недавно. Хорошая. С автопарком всё в порядке. Есть машины скорой помощи и новая Нива, переданная в дар нашим кураторам в Госдуме Иваном Демченко. Глава Анапы вместе с федеральным парламентарием выработали общую линию помощи лечебным учреждениям. Сельскому главе Сергей Павлович сделал ряд серьёзных замечаний. Прежде всего, относительно дорог. Округам городское ЖКХ выдаёт щебень на отсыпку. Кто должен проконтролировать качество работ? Можно же проверить. Они где-то отсыпали два ковша. Два ковша ухнули с земли туда. Вот это чья ТПшка? Кто, собственно? Сейчас не могу сказать. 44 ТПшка. Ну так все надо знать 44 ТПшки. Выясните, чья ТПшка и приведите её в порядок. Ждём, когда дождь пойдёт. Вот это всё замкнёт и обесточится. Во всём нужен хозяйский подход. Главы сельских территорий должны быть в курсе проблем жителей. Людям-то надо помогать. Приехали после дождя, посмотрели, куда вода сходит, почему там яма собирается. Мы же сделали. Сегодня, ну вот есть кювет, да? Да. А там его дальше нет. Отсюда, куда вода идёт. То же самое. В ближайшее время в Анапской пройдёт выездная планёрка администрации города-курорта Анапа. На ней обсудят проблемы округа и их решения. Анапа хорошает на глазах. Это отмечают и жители, и гости курорта. Подготовка к курортному сезону в числе приоритетных задач для всех коммунальных городских служб. Основные благоустроительные работы идут полным ходом, ведь до летнего сезона остаются считанные дни. Бригады коммунальщиков работают по всему городу. На улице Объездная в районе ЗАГСа. По всей длине поменят бордюр. Здесь появились отдельные карманы для стоянок автомобилей. Сейчас рабочие завершают отсыпку землёй. Левая сторона уже полностью засыпанная. И работа ещё сегодня завезла землю. К вечеру работа будет продолжаться по мере возможности по погоде. К пятнице, субботе эта работа будет завершена в полном объёме. А на Анапском шоссе рабочие уже демонтировали 30 метров старые тротуарные плитки, расширили пешеходную зону и установили бордюрный камень. В ближайшее время начнётся монтаж нового покрытия. Материал уже завезён в полном объёме. Бульвар Протапова тоже в зоне особого внимания коммунальных служб. Это одна из любимых прогулочных зон гостей и жителей города. В рамках программы «Доступная среда» здесь идёт монтаж пандусов для людей с ограниченными возможностями. Работы ведутся оперативно. В Анапу уже приехали первые отдыхающие. У гостей же благоустройство вызывает самые положительные эмоции. Розы пахнут шикарно. Зелень поливают. Подсветка ночью на отеле администрации нравится. Просто безупречно всё. Приедем ещё обязательно. На набережной работают сразу несколько организаций. Римстроевцы в районе памяти Каванесову уже завершили покраску ограждения. За дело приняли специалисты зеленстроя. Только за сегодня этой бригаде предстоит высадить около 4000 цветов. Здесь у нас четыре круглых клумбы. И мы тут садим канны, садим многолетники. Это шалфей, сверкающая сальвия, это гайлардия и табак душистый. И также петуня разноцветная, всевозможных расцветок, портулак будет украшать. То, что будет свести всё лето и радовать всех людей. Впрочем, на этом работа озеленителей не завершается. От улицы Владимирской до Красноармейской будут высажены специальные цветочные змейки. Также новые цветочные клумбы появятся в районе Центрального телеграфа. В честь Международного дня защиты детей врачи приглашают маленьких пациентов пройти бесплатные медицинские обследования для своевременного выявления возможных патологий здоровья. День открытых дверей в Центре медицинской профилактики запланирован на 1 июня. Комплексное обследование включает в себя экспресс-анализ определения холестерина и глюкозы крови, экспресс-оценку состояния сердца на кардиовизоре. Дети, у которых будут выявлены отклонения, получат письменные заключения с рекомендациями в соответствии с выявленными факторами риска по развитию заболеваний. Также будет работать стоматолог. Обращаться можно по адресу. Она по улице Родниковая, 4Б, Центр медицинской профилактики. Телефон регистратуры 54487. Сегодня Всемирный день черепахи. Экологи предложили его отмечать, чтобы привлечь внимание к животам, которые живут в окрестностях городов. Черепахи, двигаясь по привычным маршрутам, часто оказываются на шоссе или строительных площадках и ебнут под колесами автомобилей. В Утрижском заповеднике обитает черепаха Никольского, редчайший подвид средиземноморской черепахи. А на Театральной площади сегодня финишировал забег, посвященный экологической дате, а также 100-летию российской системы заповедников. Финиш под аккомпанемент известной мелодии. Елена Василькова два года занималась легкой атлетикой. Говорит, последний, пятый этап эстафеты самый трудный – бежать в горку при встречном ветре. Сейчас работает администратором гостиницы, параллельно учится в филиале Сочинского госуниверситета. У нее дома уже год живет красноухая черепаха. Самый, если можно так сказать, одомашненный вид. Девушка надеется, что она проживет долго, а наблюдать за ней интересно. Черепахи так же, как и люди. У них свой характер у каждого. Они так же отличаются. Они не одинаковые, как многие думают. На втором месте команда четвертой школы из самых юных участников. На третьем – учащиеся школы номер один. После вручения призов участники акции выстроились в цифру 100. В этом году российская заповедная система отмечает вековой юбилей. Утрижский заповедник – место обитания черепахи Никольского. Редчайшего подвида средиземноморской черепахи. Она занесена в Красную книгу и охраняется государством. У нее и много естественных врагов, особенно в младенческом возрасте. Потому что черепаша-то вылупляется всего размером с грецкий орех. И, кроме того, основным, конечно, врагом, ну не по своей воле получается, но человек. Много гибнет под колесами автомобиля. В заповеднике говорят, что за 7 лет активных охранных мероприятий популяция черепахи Никольского стабилизировалась. Их больше не продают в магазинах, как бывало раньше. Вместе с тем курорт активно развивается, и черепах можно встретить в населенных пунктах. Специалисты рекомендуют их лишний раз не беспокоить и уж ни в коем случае не брать домой. Черепахи, которые, допустим, год провели дома у людей, по кольцам на Карапаксе можно увидеть, насколько был неблагоприятный для нее год. Это и питание, естественно, нарушается. Кормят, когда они свежей травкой, которую она сама нашла, да, и когда захотела. А салатом из магазина круглый год. И если она не впадает в спячку, это присмыкающееся, оно должно спать. Тоже очень плохо влияет. Они практически безнадежны. Они рано или поздно умирают. Если животное недалеко от леса, то лучше всего будет его бережно перенести в естественную среду. Однако проконсультироваться со специалистами заповедника не помешает никогда. Здесь надеются реализовать специальный просветительский проект, чтобы люди помнили, что они не единственные живые существа на курорте и научились жить в соседстве с дикой природой. В Анапе в мае впервые прошел слет лидеров ученического самоуправления «Наше будущее». Около ста школьных активистов из разных районов Краснодарского края собрались в детском лагере «Смена». В течение трех дней ученики посещали лекции и мастер-классы экспертов. Взрослые учили школьников актерскому мастерству, ораторскому искусству, умению работать в команде и эффективной работе в СМИ. Самое главное, здесь они приобретают большое стремление и приезжают с горящими глазами, хотят творить, хотят создавать, хотят реализовывать новые проекты. Не время отдыхать, нужно выжимать из этого форума по максимуму, общаться, обмениваться контактами, узнавать что-то новое, создавать, творить. На слете ребята не только учились, но и выбирали лидеров, которые представят на Губане общероссийское движение школьников по четырем направлениям. В итоге победителями предвыборной гонки стали ученики из Кавказского района, Краснодара, Геленджика и Армавира. Теперь они вместе со своими помощниками будут воплощать в жизнь идеи и проекты, которые создали на слете. В каминном зале Центра культуры Родина состоялась презентация новой книги анапского поэта-прозаика Сергея Левина. Поздравить писателя собрались друзья, поклонники и все те, кому интересна поэзия современного общества. Перед началом презентации с выходом новой книги Сергея Левина поздравил друг и соратник, известный российский писатель, обладатель литературной премии в области нонконформизма, кандидат филологических наук Алексей Шепелев. Кто не смог приехать лично, прислали видеообращение. Неожиданным сюрпризом для многочисленных гостей презентации стала архивная запись, на которой 19-летний Сергей с невероятным пылом читает свои юношеские творения. А ты мне скажешь, что настал потерь и час, когда ты с ним укроет мир вершины скал, засуги голову, не с ним. Спустя 20 лет пылы вдохновения Сергея Левина не покидают и поныне, сопровождаясь неравнодушием ко всем сторонам жизни, профессиональным, ответственным отношением к творчеству и, конечно, по-настоящему искренним живым талантам. Книга «Камень» – это четвертый сборник стихов, который вышел из-под пера Сергея Левина. В ней несколько разделов, каждый из которых относится к своему времени, истории и событию. Здесь юмор перекликается с горечью, а сарказм с легкой иронией. Полтора часа презентации прошли для всех зрителей на одном дыхании. Это очень храбрый и ответственный человек, относящийся к своему делу с любовью. А это позволяет создавать штучные продукты, если вообще это можно назвать продуктом. И это позволяет оставаться в истории. А в завершение мероприятия – заслуженные поздравления и аплодисменты от зрителей. Здесь же любой желающий смог получить экземпляр книги за личной подписью автора. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новостей – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова